Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня, как обычно, интересный большой ролик о ошибках при покраске домов из бревна или бруса. Первая ошибка, я считаю, очень критичной. Это не шлифовать брус или бревно перед покраской. В чем здесь подвох? Первое, это удаление лишней грязи на бревне или брусе на поверхности. Второе, это мы убираем кинематику, выравниваем. Кинематика это следы от строгальных ножей. Далее мы вскрываем поры, что очень важно. От смолы, от застывшей, от той же грязи. Вскрываем поры, в которые потом будет впитываться грунтовка, праймер или масло. В общем, дом отшлифованный перед покраской и при соблюдении всех процессов, покраска простит примерно в два раза дольше, чем на нешлифованном срубе. Вторая ошибка, это не обеспылить поверхность после шлифовки. Делаем мы это не метелочкой, не тряпочкой. Делается компрессором или воздуходувкой, но лучше компрессором с сжатым воздухом. Причем делается за два раза, то есть сдувается все, пыль осела на пол, пропылесосили, еще раз контрольный делаем. Когда мы спускаемся сверху вниз, то пыль, все равно мелкие частицы могут улететь наверх и там осесть заново. Третья ошибка, это красить влажный сруб. Это относится к ручной рубке, к цилиндровке. Такому срубу нужно выстояться определенное время, минимум полгода. Далее берем влагомер, втыкаем, желательно в нескольких местах пройтись, потому что южная сторона может быть уже поверхность просохла, а на северной может быть до сих пор влажная. Влажность древесины не должна превышать 15-18%. К чему это может привести, если вы используете пленочные составы, что вообще неправильно, ну или закупоривающие составы, то в будущее может привести к сприванию бревна внутри и быстрому гниению сруба. Мы рекомендуем использовать гидромасла. Четвертая ошибка, это красить сруб при неподходящей температуре окружающего воздуха. В любой техничке, методичке указана минимальная температура, при которой данный ЛКМ может наноситься. В основном большинство ЛКМ это температура плюс 5 градусов. То есть не торопитесь, особенно это касается весеннего периода, когда заказчик хочет поскорее к лету покрасить и въехать в дом. И также относится к концу лета, к осени, когда дом построили, поставили и хочется в зиму не уходить с непокрашенным срубом. Будьте осторожны. Пятая ошибка, это выбрать укрывную краску, сильно укрывную краску, сильно пленочное покрытие или покрасить таким составом в несколько раз. В Ютубе есть ролик, где достаточно свежий дом был покрашен в несколько слоев укрывной краски и бревно внутри просто спрело. То есть оно превратилось в труху в достаточно свежем доме. Шестое, это несоблюдение временных интервалов между слоями. Смотрите, если вы занимаетесь этим самостоятельно и купили краску в магазине, то можно на банке прочитать к промышленным составам, профессиональным составам. Обязательно идет техничка, так называемая. Это документация, в котором рассказаны все этапы от подготовки до условий нанесения и также временные интервалы межслойной шлифовки и покраски. Их надо соблюдать, для того, чтобы на еще не засохший первый слой не нанести второй. Седьмая ошибка это отсутствие промежуточной шлифовки между слоями. Для чего она нужна? Так как мы рекомендуем красить поверхность масляными составами на водной основе, после нанесения первого слоя у нас вздебливается немножечко ворс и при этом поверхность теряет свою красоту, декоративность. Для того, чтобы сбить этот ворс, нужно очень аккуратно, сильно не нажимая, используем зерно 800 на вспененной подложке, аккуратно проходим по поверхности, сбиваем этот ворс и наносим финишный слой. Получается очень гладкое декоративное покрытие. Тут нужно добавить, дело еще не только в декоративности, в количестве этого ворса, например, вокруг сучков, там их больше, косослой, и издалека будет создаваться впечатление, что покрашено с какой-то некой пятнистостью неравномерно. Когда мы уберем этот ворс, покрытие будет смотреться намного однороднее. Восьмая ошибка – это неправильная обработка торцов. Как мы знаем, у древесины здесь расположено самое уязвимое место. Здесь находятся природные сокопроводящие каналы. Дерево разрушается отсюда быстрее, поэтому эту часть нужно тщательно обработать, хорошенько отшлифовать и покрыть желательно не тем же составом, что мы здесь делаем, а специальными торцевыми герметиками. Герметики, естественно, колеруются в нужный нам цвет и надежно защищают срез дерева. Ошибка номер девять – это покраска стен бесцветными составами. Некоторые заказчики стремятся оставить естественный вид дерева, особенно это внутри, но и снаружи так часто бывает. Колеровка служит защитой от ультрафиолетового излучения. А как мы знаем, ультрафиолетовое излучение является агрессивной средой для древесины, то есть разрушение происходит именно от облучения ультрафиолетом. Также ошибка использовать как бесцветные герметики, также использовать, например, черные цвета или слишком темные. Такие фасады стоят намного меньше, во-первых. Во-вторых, очень часто начинается смолоточение даже на старых струбах. То есть такая поверхность темная поглощает больше тепла, больше прогревается древесина и могут даже застарелые карманы смольные начать смолоточить. Это нужно просто об этом знать. Понятно, что заказчика не отговорить, если он хочет такого цвета темного, благородного или к чему-то подбирает или просто захотел такого цвета, отговорить невозможно, но об этом нужно знать. Смотрите конкретный пример данному дому более 10 лет. Сейчас мы обновляем покраску. Выбран был вот такой темный цвет и смотрите, в районе сучка вылезла смола. Видите, она даже как будто свежая. Следующая очень важная ошибка это покраска дома под палящим солнцем. Во-первых, покраска при высокой температуре это уже ошибка, а во-вторых, под прямыми лучами приводит к тому, что лакокрасочный материал неправильно полимеризуется. Он быстро высыхает, именно не полимеризуется, а высыхает. Такой состав прослужит намного меньше, чем заявляет производитель. Что нужно делать для того, чтобы не совершать такой ошибки? Нужно двигаться при покраске по ходу движения солнца. Только или обгонять его или, если удобно, то красить тот фасад, с которого солнце уже ушло. Ну и также не красить в обед при летом при максимальной температуре. То есть плюс 25-30 это уже слишком много для покраски фасада. И последняя ошибка, и на мой взгляд она говорит о профессионализме той бригады или той организации, к которой вы обратились, это когда пренебрегают демонтажом наличников, декоративных элементов, различных отливов и так далее. То есть пытаются покрасить не снимая их, еще и в два цвета. Это естественно приводит к тому, что разные цвета, разные краски попадают друг на друга, при этом создается эффект неряшливости. Так что заставляйте производителя работ, бригаду, снимать эти декоративные элементы, вот так аккуратно заклеивать окна, коробки, рамы, заклеивать, чтобы туда тоже не попадала краска. Кажется мелочь, а потом оттирать-то вам, ну или нанимать клинеров, что дорого, долго и можно навсегда попортить и стеклопакеты, рамы и другие декоративные элементы. Сегодня мы рассказали обо всех ошибках при покраске сруба. Некоторые ошибки критичные, некоторые так, некоторые не очень, но в совокупности все эти ошибки могут привести к плачевному результату, а потратите вы большую сумму денег, оплатив работникам и купив дорогостоящие ЛКМ. Поэтому учитывайте все эти ошибки, то он прослужит долго и перекрашивать его не придется значительное время. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вот такие ценные видео. Действительно, ну и ставьте лайки, это поможет развитию нашего канала. Спасибо!